Здравствуйте, доброе время! Не хочет Шул Прохпада включаться? Так, Шул Прохпада в своих настройках, в сегодняшнем Две настройки короткие я хотел поставить. Шул Прохпада говорит о том, что во время воспевания мы обращаемся всегда к Верховной Личности Бога, Шри Кришне, к Его внутренней энергии, Бхакти Дэви, Царице Преданности. И мы всегда просим Господа о чем-то. Когда Шул Прохпада говорит, когда мы обращаемся к кому-то по имени, то мы хотим о чем-то Его попросить всегда. Мы не просто там окликаем кого-то, да? У нас есть какая-то позиция. И Он говорит, что мы всегда, обращаясь к Господу, просим у Него, чтобы Он благословил нас на бескорыстное, безусловное преданное служение. Шул Прохпада говорит, обращаясь, мы должны попросить, можно мне вернуться в свое изначальное состояние слуги? Прямо Шул Прохпад таким образом. Он цитирует стихи из Шикшаштаки и говорит, что мы должны, обращаясь к Господу, просить Его о том, что мы так или иначе пали в этот океан рождения и смерти. Мы оказались здесь материальными, это уже реальность для нас. У каждого своя реальность. И находясь в своем мире, в своей реальности, мы понимаем, что нам не хватает чего-то чистого, возвышенного. И Шул Прохпада говорит, что единственное, о чем мы должны просить, это о чистом служении. Потому что всегда, обращаясь к Богу, у нас есть соблазн, да? Чего-нибудь попросить у него для себя материального. Он это называет немитто. Мы, если просим что-то материальное, он говорит, мы становимся немитто-бактами. Если, ну он говорит, но мы должны, а немитто-бакт? Немитто означает материя. То есть, мы обращаясь к нему, чего-то материального просим. И, соответственно, по этой причине в нашем сознании не происходит связи с Богом. Для нас, для каждого из нас, естественно, ощущать во время молитвы свою духовную беспомощность. Если мы находимся на материальном уровне, если мы просим чего-то вещественного, то эта духовная независимость, она уходит. Мы испытываем материальную зависимость. Материальную зависимость мы ежедневно испытываем, да? Каждый день от чего-то зависим. Материальное, так называемое, смирение. И материальное смирение не очищает сознание. И материалистичная зависимость от кого-либо, даже от Бога, она не открывает связь с Богом. То есть, доступ по отношению к Богу не будет открыт. Мы на материальном уровне будем сидеть у себя в уме и чего-то там воображать, что мы просим. И нам будет казаться, что, наверное, Господь нас слышит, наверное, Он отвечает, да? Но при этом нам будет очень-очень тяжело воспевать Харьи Киши Мухаммадру. Почему? Потому что проводником связи с Богом всегда является бескорыстное, безусловное служение Господу. Мы должны, обращаясь к Господу, просить. И всегда преданно говорить, ну просить это уже какие-то условия, да? Мы же все равно что-то просим у Господа. Но чего мы просим у Господа? Мы просим у Кришна, у внутренней энергии Господа, Шимати Радхарани. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я смог в настроении безусловной преданности, в настроении чистого служения обращаться к Вам. Позвольте мне ежедневно, постоянно находиться в этом настроении, в служении. Это наша единственная просьба, единственная молитва, которая открывает этот доступ к Богу. И мы ощущаем живую связь с Богом. Так или иначе, вся наша ягия, в которой мы собрались, это ягия, где мы должны проявить, попытаться проявить абсолютную преданность, безусловность. Это от нас требуется, поэтому, говорится, нужно стараться повторять Харе Кришна Махамантру без оскорблений. Оскорблениями является, когда мы пытаемся Кришну занять служение своим каким-то прихотям материальным. Это оскорбительное. Но когда мы просим Кришну, чтобы Он даровал нам безусловную преданность, чтобы мы могли бескорыстно служить Ему, удовлетворять Его максимально, это кристально чистая молитва. И давайте мы будем стараться во время всех этих дней, сегодня, стараться настроить свое сознание на чистое воспевание. С каждым повторением Махамантры надо стараться чище, чище воспевать. Поскольку мы с вами не способны чисто воспевать, надеемся на помощь Господу. Это называется Шаранагати. С помощью Шаранагати душа может дотянуться до милости Господа. Если нету Шаранагати, то все наши молитвы, они воображаемые. Спасибо за внимание. Пожелаем друг другу успешной джапы, чтобы Кришна пролил на каждого из вас свою милость. Шупрахпада, Ки, Джай, Хари Кришна Махамантра, Ки, Джай, Гора Примананна, Хари Григо.